В этот дом Роман Потякин заселился еще будучи ребенком. 30 лет назад территория двора по Самарской 168 была практически пустой. Парковочные места не требовались жителям из-за малой загруженности города автомобилями, а детская площадка состояла из одиноких качелей. Проект благоустройства внутри дворовой территории Роман придумал вместе с соседями и отправил в администрацию Самары. Сегодня двор обновлен фактически полностью. Остались последние штрихи, отмечает Роман, и ждет, когда на детской площадке начнут гулять его дети. Они меня регулярно терроризируют. Почему же все в сигнальной ленте? И когда же ее достроят? В ближайшее время я вижу, что достроят. Я их успокаиваю, не пускаю пока на строящуюся площадку. Благоустройство двора по Самарской 168 идет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Совсем скоро здесь появится новая детская площадка, зона отдыха для взрослых и дополнительные парковочные места. Также во дворе расширят проезжую часть, установят малые архитектурные формы, проведут работы по озеленению и установке освещения, обновление территории проводится под контролем службы технического надзора. Практически объект закончен. Осталось положить резиновое покрытие, доставить немножко ограждения, и в принципе все тут уже готово. То есть детская площадка, зона для отдыха, плитка. Кроме того, в Ленинском районе идут работы по благоустройству в рамках программы «Твой конструктор двора». В порядок приводят две территории. Специалисты ведут на них опиловку деревьев и устанавливают освещение. А по губернаторскому проекту «Содействие» на Осипенко реализуются проекты для детей и людей пожилого возраста. Внутри квартальной проезда в рамках Минтранса мы в этом году делаем 24 дворовых территории в Ленинском районе. И за счет бюджета Ленинского района делаем карточный ремонт также на 12 дворовых территорий. Все работы выполняются совместно с жителями областного центра. Люди не только участвуют в создании проектов, но и уже в процессе высказывают пожелания по улучшению своих территорий. Для того, чтобы стать участником федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» необходимо обратиться в районную администрацию. Ольга Павло, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok